Всем привет! Меня зовут Наташа, и добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас продолжение эпопеи про магнит-косметик. Это очередное видео-разбор покупок того, что я уже протестировала, из того, что мой муж закупил для меня в магнит-косметик. Уже было целых два видео про это. Ну, до этого были видео про мои конкретно покупки из магнит-косметик, но это вот именно продолжение из того, что купил муж, того, что я протестировала. Многие, кстати, ждут это продолжение с нетерпением, спрашивают у меня постоянно, ну когда, когда вот. Третьей части будет еще много. Это спойлер. Но прежде чем мы приступим, обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку здесь не только обзоры покупок из магнит-косметик, но еще и всякие обзоры косметики декоративные, разные макияжи, креативные образы. Мы обсуждаем не только косметику, но еще и парфюмерию. Обязательно подписывайтесь. Также обратите внимание на телеграм-канал, там каждый день живое общение. Мы поднимаем друг друга настроение, обсуждаем лаки для ногтей, всякие новиночки. Кроме этого, я там показываю распаковки. Обязательно подписывайтесь. Также обращайте внимание на мой телеграм-канал с распродажей косметики. Там вы можете выгодно купить и выгодно продать косметику. Периодически я там что-то продаю по очень выгодным ценам, в том числе и некоторые новинки со скидками 50, а то и 70%. Также подписывайтесь на Яндекс.Дзен, где я тоже есть и периодически что-то выкладываю на сообщество ВКонтакте и на Рутуб. Подписываемся, не ленимся. Ну и что у нас тут такого интересненького? Да, в этот раз тоже куча всего. Наверняка все даже мы не обозрем. Не обозрим. С чего начнем? С интересного, конечно же, с бабушки Агафьи. Вот что не ждали, да? Три масочки, три, знаете, пакета из-под майонеза. Бабушка Агафья. Линейка называется Банька Агафьи. Секреты сибирской травницы. Ну, как звучит, та сразу загадочно. С какой маски мы начнем? Вот начнем мы с освежающей экспресс-маски для лица. Ядрененькая вещь, я вам скажу. Ядрененькая, неожиданно. Не знаю, сколько все это стоит. Я повторяю, чек мне не предоставлялся, поэтому без понятия. Но я предполагаю, что эти масочки стоят, ну, наверное, до 100 рублей. Может, 80 рублей, может, 90. Если знаете, пишите в комментариях. В общем, вот такая вот штучка пакета из-под майонеза, в котором 100 миллилитров. Да, 100 миллилитров. Кстати сказать, очень даже удобный формат. Можно вот так все выдавить, ничего не останется. Очень даже экономно получается. Это освежающая экспресс-маска с органическим экстрактом таволги, ириса сибирского, росника лесного и мяты холодянки. Ну, такие тут, знаете, экземпляры, ну, вообще, прям чуть ли не из красной книги. Чего тут только нету. Конечно, если так почитать состав, то можно изумиться составу вот этой вот баньки Агафьи. Не знаю, насколько здесь все это правда, но тут всякие масла и экстракты, и чего тут только нету. Мята-холодянка. Вот реально холодянка. Нужно эту масочку наносить несколько раз в неделю на 10 минут, потом смывать теплой водой. Вот я эту маску нанесла, и чувствую, что-то происходит. Что-то меня холодит. Что-то прям вот какое-то реально, как будто лицо высунуло на мороз и окунуло в ледяной снег. Что-то подобное. Мне казалось, что через 10 минут, когда я смою эту маску, у меня лицо будет какое-то красное в пятнах и просто выжженная кожа. Но нет. Когда я смыла вот эту вот масочку экспресс с мятой холодянкой, я увидела очень такое бодренькое свое лицо, ровный тон кожи, и все так хорошо и прекрасно. На удивление. Вы представляете, на удивление. Хотя я думала, что там какая-то жесть будет. Если ваша кожа нормально переносит такие прям супер-мега холодящие маски, она нечувствительная у вас, скажем, да, или средней чувствительности, я бы вот эту вот ядреную штучку, освежающую маску для лица рекомендовала. Бодрит невозможно. За счет вот этого вот охлаждения проснетесь сразу. За 10 минут будете просто бодрячком бегать, прыгать и скакать, а потом маску смоете, еще у вас такое лицо красивое. Короче, нормальная штука. Еще одна вещь, которая тоже мне очень понравилась. Банька Агафьи омолаживающая маска для лица на лосином молоке. Здесь органический белый пчелиный воск, лосиное молоко, сахалинская шелковица, радиола розовая. Первое, что хочется отметить, это невероятный, приятный, такой молочно-сливочный, вот как сгущенка аромат. Настолько приятный. Консистенция у маски нежнейшая, просто нежнейшая. Ну, нужно также на 10 минут наносить. Очень мне понравилось. Спустя 10 минут кожа такая бархатистая и нежная. Вот, конечно, эта маска такая бодрячка, да, бодрящая. А здесь, наоборот, она как-то успокаивает. Знаете, вот эту масочку, мне кажется, хорошо наносить перед сном. Она успокаивает. Кожа как-то немножечко расслабляется. Она тоже мягкая становится, шелковистая, гладкая. Ну, мега приятная маска. Дальше масочка похуже. Дегтярная очищающая. С органическим экстрактом шалфея, березовым дегтем, алтайским медом и солью рапа. Я не знаю, что такое соль рапа. Если вы знаете, пишите в комментариях. Это глиняная маска. Как вы поняли, она очень густая. Тоже ее нужно на 10 минут. Потом смываем. Я могу сказать, что очищающие свойства средние. И ощущения после нее, ну, не такие, как, скажем, после других, даже не очень дорогих глиняных масок. Это, мне кажется, весьма посредственно. То есть среднее такое очищение кожи, ну, гладкое, но могла бы быть и получше. Как-то вот дегтярная меня не впечатлила, глиняная. А вот эти вот, вот эти я бы вам рекомендовала. И освежающую экспресс-маску, и омолаживающую на лосином молочке. Просто, ну, вот это вот прелесть. Вот это вот отлично. Это хорошо, занедорого. Что дальше? Вот в прошлом видео рассказывала, рассказывала я вам про Сэмми Бьюти. Было три средства. Ужасный, кошмарный скраб для лица от Сэмми Бьюти, который пошел в помойку. Неплохая глиняная маска и весьма посредственный крем для лица. Кстати, крем для лица я дала маме, она сказала, что крем не очень. Но в целом, да, если вы не в курсе, потому что, как оказалось, после предыдущего видео, еще не все в курсе, что Сэмми Бьюти это такая скрытая дочка миксит. Лицом Сэмми Бьюти является Оксана Самойлова. Дизайн сперт у Кайли. Цена завышена, но посредственный, скажем, состав. Но в целом, как я и говорила, упаковки нормальны. Если не знать, что у кого сперто, упаковки нормальны. И, кстати, сейчас я даже специально на прошлой неделе зашла в Магнит Косметик и глянула цены на Сэмми Бьюти. Скидки просто какие-то нереальны. Сыворотки от Сэмми Бьюти по 200 с чем-то рублей. Глиняная маска 500 рублей. Короче, видимо, никто не покупает, поэтому огромные скидки. Вот у меня тут что еще есть? От Сэмми Бьюти балансирующий тоник для лица 200 миллилитров аж. Этот тоник что должен делать? Мягко восстанавливать естественный баланс, питать, увлажнять. Тут олигопептиды туда-сюда, лифтинг эффект, упругость и все такое. Что я могу сказать? Ну, конечно, я не берусь заделываться диванным экспертом обсуждать состав. Понятно, что состав здесь весьма посредственный. Об этом миллион раз говорили. 150 тысяч раз мусолили этот комплекс Рицелайн, который содержится практически, наверное, во всех средствах из этой линейки. Я скажу просто, как я ощутила на себе действие этого тоника. Кстати, я уже говорила в предыдущем видео, что в целом от душки мне нравится от Сэмми Бьюти. Вот этот тоник, он довольно такой густой. На лице он ощущается не как водичка, а довольно-таки густой. Он средне увлажняет, и я могу сказать, что это неплохой базовый тоник. Он не лучше недорогих корейских тоников, но он лучше, скажем, чем тоники от Гарнье, которые в Магнит Косметик продаются. Вот это чуть хуже, чем корейские самые дешевые, но намного лучше, чем всякие тоники от Гарнье, мне кажется, и Лореаль. За недорого, как базовая вещь для нормальной кожи, для жирной кожи, и для кожи нормальной, склонной к небольшой сухости. То есть вполне таким ничем не выделяющимся составом, если это за недорого, как базовая вещь, это нормально. То есть не буду я тут хайповать, знаете, разводить лишнюю какую-то смуту. Обычно, нормально, если за недорого, ну, можно и взять. А теперь сывороточка. Сывороточка от Сэми Бьюти, которая тоже балансирующая, вот как бы вместе, да, можно сказать, они идут тандемом. Вот эта сыворотка, кстати, 260 с чем-то рублей в Магнит Косметик стоит. Представляете, 15 мл, ну, вообще, за недорого. А изначально она стоила, я не знаю, сколько, но я вам дороже. Короче, за 200 с чем-то рублей это ничего, на пробу. Эта сыворотка, она имеет такую гелевую текстуру. То есть на удивление, да, что это не как жидкая водичка, это довольно-таки плотная, насыщенная текстура. Ну, по составу здесь все то же самое. Гиалуронка, комплекс Актирекс, какой-то всякие рецилайны, тудайны и не туду-сюдайны. В общем, что касается этой сыворотки. Это неплохо для жирной и нормальной кожи. Конечно, если кожа сухая, даже в качестве базового какого-то ухода, это будет не очень. Но для жирной кожи это неплохо. Эта сыворотка, она дает кожу матовость. То есть, когда у меня кожа была нормальная, ну, сейчас она у меня нормально склонна к сухости, я прям целый день видела матовую кожу. Это неплохо. Если добавить сверху кремочек, то есть, например, тонер, вот эту вот штучку и крем, но я, правда, использовала поверх корейский крем, потому что тот крем от Сэмми Бьюти в такой красивой упаковочке с дозатором я маме отдала, но она его забраковала, а мне как бы он тоже не нужен. Вот так. Походу, Сэмми Бьюти не приживется у нас в семье. Вот, для жирной кожи за 200 с чем-то рублей это неплохо. Это можно попробовать в качестве базовой вещи, легкое увлажнение, матирует кожу. Без чего-то особенного, за 200 с чем-то это нормально. За дороже это не нужно, но за 200 с чем-то я, ну, можно сказать, рекомендовала бы попробовать. Попробовать в качестве базовой какой-то вещи. Если вам нужно, конечно, суперувлажнение, какие-то хорошие ингредиенты, может быть, анти-эйдж эффект, либо там справиться с пигментацией. Конечно, нет, конечно, это не подойдет. Это просто обычные нормальные базовые вещи. Вот и все. Не больше, не меньше. Не дать нельзя, так сказать. Давайте теперь что-нибудь для волос с вами посмотрим. Что у меня тут есть? У меня тут есть два бальзамчика для волос. Два кондиционера от Буренда Beauty and Planet. Правильно называется? Beauty and Planet? Да, Beauty and Planet. Один у меня кондиционер с маслом Муру-Муру и розой. Это вроде как кондиционер для окрашенных волос. И второй с иланг-илангом и кокосом. Это уже восстанавливающий кондиционер для волос. И могу сказать, что в целом они по действию похожи. Здесь огроменский объем, 400 мл в каждом. Но по поводу сохраняет ли цвет волос для окрашенных волос, ну, ничего не могу сказать, не заметила. Но вот этот с иланг-илангом, который Hope and Repair, такой желтенький, мне понравился больше. После него волосы чуть лучше расчесываются и, наверное, чуть больше блестят. То есть в целом они похожи, но все-таки желтенькие лучше. У них неплохой вполне аромат. Не скажу какой-то химический, противный. Ну, достаточно обычный. Но розовый пахнет получше. Вот этот с илангом, конечно, более душный. Но это обычные, хорошие такие кондиционеры для волос с огромным объемом. Я не знаю, сколько они стоят, но если недорого, можно взять как вот такой базовый кондиционер для того, чтобы чередовать его с маской для волос, чтобы маской постоянно не пользоваться, чтобы перепита волос не было. Ну, можно взять обычный, неплохой, ничего плохого не могу сказать. Волосы расчесываются после желтенького лучше, после розовенького чуть похуже. Ну, не самый плохой вариант, но и не самый лучший. Конечно, бальзамы корейские, которые можно найти в Магнит Косметик, они не сравнятся с вот этим. Кстати, где это производится? Интересно мне. Сейчас мы с вами посмотрим. Производится это город Москва. Город Москва. Называется это Beauty and Planet. Ну, неплохо, нормально, но без особенностей, скажем так. Еще у меня есть маска для волос Фруктис Макадамия Суперфуд. И тут вот видите, такая наклеечка 50% успей купить, муж мой, да? Какой вот все, он со скидками 50% хапал в этом Магнит Косметике. Это у нас маска для сухих и непослушных волос. Можно ее использовать как бальзамополаскиватель, как маску и как несмываемый уход. Что я могу сказать? Пахнет приятно, пахнет приятно. По действию обычный бальзам. Я не представляю, как эту штуку можно использовать как несмываемый уход, потому что, ну, блин, это будет жирненько и потом очень быстро грязненько. Как бальзамополаскиватель, да. Как маску, эффект будет, скажем, то же самое, как и от бальзама. То есть в целом, вот эта маска, я скажу, что это хороший бальзам. То есть этот бальзам, называется маска, но по факту это бальзам, чуть лучше, чем я показывала вот от Beauty and Planet. То есть это получше, чем Beauty and Planet. Разглаживает ли волосы? Ну, так себе. Насколько может разгладить бальзам-кондиционер? Блеск придает средненький. То есть я не скажу, что это подойдет для сухих волос. Я не почувствовала какой-то напитанности и увлажненности на своих волосах после этой маски. Это вполне просто вот какой-то вот хороший бальзам для волос. Ни больше, ни меньше. Не знаю, где там для сухих и непослушных волос. Три способа применения, ну, какое-то брехня. Вот очередное маркетинговое брехня. Теперь куча средств для тела. Есть у меня скраб чистая линия. Скраб для тела, фитобаня, лимфодренаж, масло кедровых орешков, пихта сибирская, туда-сюда. Пахнет это... Ох! Можно задохнуться. Вот самые дешевые хвойные отдушки деревяшистые с шишками. Это вот все тут в этой баночке. Скраб, фитобаня, лимфодренаж. Что пишут тут? Эффект бани теперь в ванной. Открывает поры, улучшает обмен веществ кожи и выравнивает рельеф. Больше пользы в сочетании с кремом фитобаня. Ну, его у меня вроде как нет. А может, и есть? Ну, вроде нету. Короче, это неплохой скраб. Это очень хороший, даже я бы сказала, скраб. Здесь мелкие такие частички. Он хорошо скрабирует. Он не сильно дерет. После него кожа очень гладкая и классная. Но противная отдушка. Вот все в нем замечательно, роскошный скраб, но вонючий. Как-то так. Куча у меня есть всяких средств для тела, всяких там молочков для тела. Всякие там, я не знаю, что это еще молочко для тела. И что это еще молочко для тела. Короче, куча всяких штучек молочковых для тела. С чего начнем? С чистой линии. Есть у меня молочко для тела, роскошный уход 2 в 1, роза и 7 ценных масел. Интенсивное питание, глубокое увлажнение. Также есть фитотерапия, идеальная кожа Boom Collection. Вот симпатичная такая упаковочка с единорожкой. Очень дочке моей понравилось. Здесь что у нас написано? Бомбическое увлажнение. Выравнивает тон, придает сияние и туда, и сюда. Могу сказать, что они одинаково легкие такие кремочки. Легкое молочко для тела дает легкое увлажнение. Для зимы, конечно, хочется что-то более ядреное, питательное, густое. Это вещи легкие. То есть за недорого с обыкновенным таким составом, в составе абсолютно нет ничего выдающегося, то это подойдет. Мне кажется, вот эта идеальная кожа, которая с единорожкой, по-моему, с шиммером. Ну, куда идти-ка я вспомню, с шиммером или нет. Что-то я уже не помню. Сейчас руку себе намажу, скажу, с шиммером нет. Нет, наверное, не с шиммером. Наверное, я перепутала что-то другое с шиммером у меня было. Короче, это одно и то же. Одно и то же можно сказать только в разных упаковках. Что идеальная кожа, роскошные масла, что это. Но единственное, что мне хочется сказать, вот это все-таки чуть-чуть погуще. Вот это роскошный уход 2 в 1, который большая упаковочка, здесь 200 мл, он погуще. А идеальная кожа с единорожкой, здесь 120 мл, пожиже. То есть, ну, наверное, если вы любите легкие средства круглый год, то зимой все-таки вот этот роскошный уход 2 в 1, а летом фитотерапия идеальная кожа. Потому что это уж слишком жиденько, здесь чуть погуще. А так, в принципе, тошно-тош легкое увлажнение дает и как бы без особенностей. Также, не знаю, намек-то или нет, или просто по скидке купил, новосит антицеллюлитный крем-гель и гарниер-боди ультраупругость. Ну вот, знаете, тоже снова маркетинг. Так, маркетинг, что мы тут у нас, и кофеин, имбирь, корица, и все нам избавит от целлюлита, и упругость кожи нам, да, столько мазюкаешься. Ну, нет, конечно. Тоже легкие увлажнялочки для тела. Гарниер написано для нормальной кожи, 250 мл бадья, здесь 200 мл. Одно и то же. Легкое увлажнение, мазюкать ноги, попу, руки, нормально пойдет. Вот, легкие увлажнялочки для тела круглый год. Ну, зимой хочется, как я уже сказала, чего-то более такого ядрененького, питательного. А так от целлюлита не избавила, ничего не подтянулось, но зато кожа увлажнена. Вот это да. Но это еще не все. У меня, знаете, сколько всего для тела там лежит в загашнике? Ну, в этом видео давайте я вам покажу еще молочко уход для тела, цветок сакуры. С маслом жожоба, 200 мл. Такой приятный аромат. Это, кстати, вот у этого, пожалуй, молочко ухода для тела самый приятный аромат. Вот из всего того, что я вам сегодня показала, цветок сакуры пахнет приятнее всего. Здесь 200 мл. И, в принципе, как любое вот такое молочко уход для тела от Нивея, оно обладает легкой такой консистенцией, текстурой и слегка увлажняет. Ну, вот его плюс, что пахнет приятнее, чем все остальные. Так что буду мазюкать ножки, ручки, буду приятно пахнуть. Вот отдушка, конечно, это плюс. Вот в этом средстве. Оно мне нравится больше, чем вот все остальные средства для тела, которые я показала сегодня. Но это еще не все. Есть у меня от бренда Love Beauty and Planet еще гель для очищения лица. Refresh and Hydrate Coconut Water and Mimosa Flower. То есть это что, кокосовая вода и цветок мимозы. Должно увлажнять и очищать. Это, знаете, стандартный такой гель, какой был, наверное, везде во всех магазинах, когда я училась в школе. Вот в бытность моей молодости, вот еще в те бородатые года, когда не было большого выбора, когда мы еще не зажрались, вот были такие гели для умывания. Самый обычный гель. Вот средненько умывает он лицо, да, в плане очищения. Кожа после него, ну, немножечко такая, знаете, подсушенная. Пенится тоже средне, ну, короче, это вот немножечко прошлый век. Конечно, тут топят за cruelty free, vegan, тут все там типа ингредиенты должны быть суперкрутые. Но если так посмотришь, что на самом деле это не так, ну, короче, не знаю. Я уже подобными средствами не пользуюсь давно. Я пользуюсь более уже современными какими-то очищающими, теми же даже пенками корейскими или некорейскими, всякими там энзимными пудрами. Ну, это уже немножечко не то прошлый век. Еще у нас есть от чистой линии кое-что. Это антивозрастной крем-лифтинг для век. Сила пяти трав. Я в одном из видео уже показывала суперкрутейший крем от черного жемчуга, который, что же там было, 50+, или 45+, или 60+. Ну, короче, кто помнит, тот помнит. Вот эта вещь роскошная. У меня до сих пор лежит. Я периодически пользуюсь. Это роскошный крем для век. Это легенько, обычненько. Мне не хватает даже увлажнения. Пожалуй, летом это было бы нормально. Но сейчас мне не очень подходит. Лифтинга, конечно, никакого я не вижу. Хотя здесь у нас заявлено брусник, алтайфиалка, радиола розовая, женьшень, туда и сюда. Но слишком легко. Даже если не брать какой-то антиэйдж эффект, даже увлажнения мало. Очень мало. Вообще посредственная вещь не советую. Также есть у меня еще один крем для век. 100 рецептов красоты. Тоже лифтинг питания. Усилен маслом органы. Здесь масло облепихи, солодка, маточное молочко. И молочко из пяти злаков. Да, представляете, сколько всего. Ну, вот эта вещь, 100 рецептов красоты, чуть больше дает увлажнение. Но все равно это не то, это недостаточно. Мне такое не надо. Что вот чистая линия крем для век, что 100 рецептов красоты. Вот если, например, у меня бы не было выбора, или совсем бюджета мне не хватало, я бы, наверное, взяла 100 рецептов красоты. Чистая линия как-то мне вообще не зашла. То есть если что-то нужно слегка увлажнить, но как бы бюджет совсем не позволяет, то можно 100 рецептов красоты взять. Ну, а так, конечно, ни то, ни то не советую. Весьма посредственные вешчи. Также я попользовалась масочкой. Это маска Seven Days Candy Shop Cupcake. Желтенькая маска для лица. Так тут и написано. Желтенькая маска для лица. Передает коже упругость, увлажняет и тонизирует. Что прикольно, маска, написано маска Cupcake. Она очень необычная. Необычная вот эта сама ткань. То есть мы привыкли к стандартной тканевой маске, такие не тоненькие. Здесь она такая толстенькая, плотненькая и напоминает то ли какой-то велюр, то ли что-то еще. Она такая реально бархатная, такая прикольная. Вот даже по ощущениям с ней так приятно. И самое что интересное, мне понравился эффект от нее. Очень гладкая, классная кожа после нее от этой маски Seven Days. У меня как-то были, по-моему, маски от Seven Days или не были. Что-то я уже не помню, но это прикольно для того, чтобы побаловаться. Здесь у нас масло ростков пшеницы, абсолют ваниль, экстракт банана, гиалуроновая кислота, увлажняющий комплекс. Короче, маска прикольная. Но прежде всего она меня поразила именно необычностью самой ткани. Вот правда велюровая прикольная маска. Вот, ну, если увидите за недорого, возьмите, потому что, ну, это прикольно. Это прикольно, побаловаться реально на разок, расслабиться. Ну, эффект неплохой она дает. Не могу сказать, что там нереально она преображает лицо. Но дает хороший эффект, вот как от обычных масок. Но только еще вот это ощущение, что-то такого мягкого, велюровенького. Ну, круто, круто. Это круто. Так, еще у меня тут что есть. Остался еще у меня какой-то антицеллюлитная штука. Называется фитнес-боди. Это горячий скраб антицеллюлитный от Флорисан. С маслом перца, корицей, кофеином и ананасом. Для уменьшения жировых отложений. Большая бодья, здесь 500 мл. Что могу сказать? Ну, конечно, жировые отложения она мне никакие не уменьшила, вот эта вот штука. И самое интересное, я не почувствовала эффекта горячего скраба. Где он там горячий? Я не поняла. Я, в общем-то, скрабила себе ноги. Я даже тепла не почувствовала. Но тепло почувствовали мои руки. То ли у меня ноги такие нечувствительные, то ли все-таки кожа на руках, она чуть более тонкая, да, чем на ногах. Может быть, поэтому не пробила мои ноги. Короче, на ногах горячего эффекта я не почувствовала. Но стандартный такой уходовый аромат. Что хочу сказать? Очень мелко помолотый скраб. Обычно настолько мелко помолотые скрабы бывают не для тела, а для лица. Скрабит шикарно. Как бы деликатно за счет того, что частички очень мелкие, но очень круто. Классный эффект. Вообще, в целом, в этом видео классные скрабы. Чистая линия, но только он вонючий. У этого запаха вполне нормальный и скраб классный. Конечно, ничего я не почувствовала горячего эффекта, но скраб крутой. Мне понравился его эффект. Если вдруг вы пробовали вот этот от Florissant Fitness Body, горячий скраб антицеллюлитный, напишите. Вы на ногах пробовали, на попе или где, почувствовали эффект горячий или нет? Я вот что-то ничего, у меня не согрелось. Нигде не согрело меня вот этим скрабом. Ну, в общем, на сегодня все. Вы поняли, да, что у нас тут были классные вещи, какие я вам уже порекомендовала, и весьма посредственные вещи. К сожалению, в магнит-косметик упадается много посредственного, но есть и много жемчужин. Поэтому, если вдруг вы не смотрели предыдущие мои видео про магнит-косметик, ссылочка в описании, обязательно посмотрите, потому что там вы найдете неожиданно много классных вещей за недорого. Ну что ж, не забывайте подписываться на канал, на телеграм, на мою косметическую барахолку, если это так можно сказать, на телеграм с распродажей косметики. И до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok